Мои волосы из этого превратились в то, что вы видите сейчас, благодаря правильному и осознанному уходу. И вовсе не из-за фанатичного следования какому-то методу. Я веду блог уже два с половиной года, начинала я с классического кудрявого метода, и первое мое видео почти полностью пересказывает книгу Curly Girl The Handbook. С тех пор в русскоязычном пространстве тема ухода за кудрявыми волосами стала очень обсуждаемой и спорной. И когда люди натыкаются на то мое видео и начинают совершать те же ошибки, что делала я, мне становится грустно, и я решила, что его нужно полностью переписать. В то же время за два года я узнала в сотни раз больше, чем знала на момент выхода этого видео, и сейчас хочу поделиться этим с вами. Я бы хотела, чтобы вы открывали что-то новое вместе со мной и делали выводы на основании более актуальной информации. Привет, меня зовут Клава, и добро пожаловать на этот канал. Здесь мы обсуждаем уход за волосами и кожей лица, а также отношения и другие личные темы в формате подкаста И. Когда я говорю, что тема спорная, я имею в виду, что мнений насчет ухода за волосами огромное множество. И все именно спорят и доказывают друг другу что-то с пеной изо рта. Если вы смотрите мой канал давно, вы знаете, что я всегда даю материал, подкрепленный научными исследованиями, моим опытом и опытом моих подписчиков. И хоть я всегда стараюсь анализировать как можно большее количество источников, и всегда советуюсь при написании материала с химиком-технологом и трихологом-дерматологом, это все равно мое мнение. Это именно та информация, которая мне кажется наиболее точной и корректной в таком огромном мире фактов и теорий. И я совершенно честно и спокойно могу признать, где я в чем-то была не права, или высказывалась не точно, или что мой взгляд на какой-то вопрос изменился. Собственно, даже сейчас я скрыла и переписываю одно из самых популярных видео на моем канале, чтобы у вас была актуальная информация. Итак, кудрявые волосы. Чего не нужно делать, если ваши волосы вьются? Первое и самое главное, о чем кричат все кудрявые эксперты, это перестать расчесываться. Действительно, вьющиеся волосы не нуждаются в расчесывании, если у вас есть цель сохранить очерченные завитки и избежать прически облачка. Когда вы разбиваете локоны расческой, волоски отталкиваются друг от друга, создавая такой пушистый эффект. Но расчесывать волосы в принципе можно, это не запрещено. И порой даже нужно, чтобы ускорить процесс распутывания, когда вы в душе кондиционируете волосы и на них много бальзама или маски, вы вполне можете взять какую-то расческу и прочесать пряди, чтобы ускорить этот процесс. Либо же вам необходимо расчесаться, например, перед использованием пилинга. На сухую вы можете прочесать волосы, чтобы их хорошенько распутать. Что касается укладки, расческу можно использовать на этапе нанесения укладочных продуктов, чтобы лучше их распределить. Например, для таких целей используют расческу Denman. Также в кудрявом уходе часто запрещают выпрямлять волосы. Да, высокие температуры пагубны для любой текстуры. Когда волосы нагреваются выше 130 градусов, происходит несколько видов повреждений в разных слоях волос. Но это не значит, что никогда нельзя выпрямлять кудри. Я против любого фанатизма и категоричных запретов. Для того, чтобы минимизировать вред от выпрямления, всегда, прежде всего, используйте термозащиту. Затем вытяните максимально хорошо волосы феном, а затем уже пригладьте немного верхний слой утюжком на не очень высокой температуре. И, конечно, если вы носите преимущественно свою натуральную текстуру и хотите, чтобы завитки становились все более четкими и эластичными, то не нужно выпрямлять волосы часто. Как мыть кудрявые волосы? Самая моя большая претензия к классическому кудрявому методу – это игнорирование здоровья кожи головы. Поэтому в наших лекциях об уходе за волосами мы, прежде всего, говорим о том, как часто нужно мыть голову, об опасности редкого мытья и о таких проблемах, как сиборейный дерматит и перхоть. Возможно, вы слышали мнение, что кудрявые волосы нужно мыть как можно более мягкими шампунями и как можно реже. Дело в том, что объем выделяемого кожного сала у каждого человека индивидуален и зависит от ряда факторов, в основном от количества сальных желез и от гормональной системы. И научить кожу меньше жирниться, сократив чистоту мытья, мы не можем. Это невозможно. Оттягивая процесс мытья или выбирая недостаточно очищающий для вашей кожи головы шампунь, мы можем лишь заработать проблемы с салооттоком. Внешне кажется, что жирность снизилась, но по факту кожное сало просто загустевает и это может негативно сказаться на здоровье кожи головы в целом. Поэтому, какими бы сухими и поврежденными не были ваши вьющиеся волосы, если у вас жирная кожа головы, то вам противопоказаны мягкие шампуни. Шампунь при любой текстуре волос мы подбираем именно под тип кожи головы. Если вы вынуждены пользоваться очень сушащим шампунем, например аптечным, то до мытья наносите на основную длину и кончики кондиционер. Как увлажнять и укладывать кудри? Самое главное во внешнем виде кудрявых волос это кондиционирование и укладка. Я убеждена, что на 80% внешний вид кудрей зависит от того, как вы их укладываете. От того, насколько влажные и насколько качественно прокондиционированные волосы были до нанесения того же геля. Попробуйте один раз нанести стайлинг на супер мокрые волосы, с которых льется вода, а в другой промокните их полотенцем до того, как наносить укладочное средство. И затем сравните, какой результат вам больше нравится и подходит. Для сравнения я снимала видео о том, как мои волосы выглядят без стайлинга и как с ним. Посмотрите его по ссылке. Для вьючихся волос вы можете использовать и кремы, и пенки, и гели, в зависимости от того, какого эффекта вы хотите достичь. Как сушить? Здесь мое мнение не поменялось и, наверное, не поменяется никогда. После мытья не используйте жесткое хлопковое полотенце и ни в коем случае не трите волосы. Выбирайте шелковое полотенце, либо тюрбан из шелка, либо полотенце из микрофибры. Если у вас нет ничего из вышеперечисленного, вы можете воспользоваться мягкой старой футболкой, которая не будет провоцировать сильное механическое повреждение. Сушить вьющиеся волосы можно с феном с насадкой диффузор. Если вы не видели, посмотрите мое видео сушки с диффузором по ссылке. Либо естественным путем. Выбирайте то, что вам удобнее. Сушка феном на низких температурах не вреднее сушки естественным путем. Самое главное, чтобы ваши волосы не были долго в мокром состоянии. Это не очень хорошо на них влияет. Какие продукты используете для вьючихся волос? Чего избегать? Информация от косметического химика-технолога. Не существует специальных компонентов для кудрявых или для прямых волос. Если вы возьмете два кондиционера. Один для кудрявых волос, другой какой-то обычный. Посмотрите на составы, вы не сможете найти разницу. Ни один технолог, не видя описание средства или название средства, не скажет вам, какой кондиционер, например, для кудрявых, а какой для окрашенных или прямых волос. Потому что нет ни одного уникального компонента, который будет показывать принадлежность средства в группе волос определенной текстуры или цвета. За исключением отдельных красящих пигментов, если это какое-то тонирующее средство. Индивидуальные потребности волос не определяются их текстурой. Поэтому вы можете использовать любые продукты. Да, силиконы, сульфаты, спирты, любые другие компоненты могут работать по-разному на разных волосах. Но это не связано именно с их текстурой. Помимо текстуры, волос множество других характеристик. Увлажненность, густота, толщина. Если вам по каким-то причинам не подходят средства, например, с силиконами, со всеми или с каким-то одним. Или, например, вам не нравится, как ваши волосы выглядят после масел. То это не правило для всех волос вашего типа, а скорее ваша личная преференция по их внешнему виду и ощущениям от использования. В теме волос есть огромное количество мнений. И это прекрасно, это интересно. Если это никому не вредит и советы не опасны, то я только за. Потому что мы все разные и подходит нам тоже разное. И в наших обсуждениях, обмене информации мы учимся друг у друга и создаем коллективный опыт. В том же кудрявом комьюнити у меня достаточно теплые отношения даже с теми блогерами, с которыми у нас не сходятся мнения по составам средств или по техникам стрижки. И это окей. Мы все равно вместе помогаем этой теме развиваться и расти. Однако, как это водится на ютубах и инстаграмах, порой случаются очень жаркие негативные драмы и разборки. И мне хочется призвать всех быть проще и вспомнить, что это не та тема, в которой нам нужны войны. Это всего лишь волосы. И вы можете использовать любые средства, которые вам нравятся, следовать тому методу, который вам приятен. И я уважаю и принимаю любое решение, если оно не категорично, не вредит никому и не навязывается. Когда я начинала вести блог, я не позиционировала себя экспертом, трихологом или парикмахером, знающим все и не делающие ошибки. Точно нет! Я не причисляю себя ни к одной категории. Моя цель здесь, на канале и в наших лекциях, поделиться как можно большим количеством качественной информации, которую я собрала. На основании которой вы будете подбирать себе уход, тестировать новые средства, находить причинно-следственные связи и мысли критически. И эти видео я делаю для людей, таких же, какой была я несколько лет назад. Для тех, кто немного знает об уходе за волосами и хочет лучше разобраться. Поэтому я продолжу раскрывать какие-то обширные темы в более мелкие пункты, чтобы вам было легче и чтобы вы могли улучшать свой уход с каждым разом. Надеюсь, вам было интересно и полезно это видео и, наконец, расставила точки над «и» в моем отношении к уходу за вьющимися волосами. Пишите внизу в комментариях, как ухаживать за своими кудрями. Подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить ни одну тему. А у меня все на сегодня и увидимся в следующем видео. Пока!